всем здорова как часто я начинаю видео с этой фразы сейчас еду очень стараюсь до заката все сделать закат как бы прямо уже сейчас но по крайней мере чтобы меня было видно хочу сделать обзор этого велосипеда потому что очень много вопросов у людей и это логично и вы знаете когда меня видят на нем где-то в киеве перехватывают люди начинают подолго его рассматривать и первое что вам надо знать мне не на одном велосипеде так легко без рук не было ездить он как будто держит равновесие сам люблю в какую-то дремучую степь заехать и рассказать вам про что-то сейчас расскажу про свой бомб трек он в оригинале конечно называется beyond xpd типа экспедиция потому что это экспедиционный велосипед но он у них так создавался потому что есть не только фреймсет но и готовый велосипед уже который называется beyond xpd кстати рама именно фреймсет мы тоже называется beyond xpd но это именно фреймсет да я чередую ролики один ролик мы целый день катаемся сегодня же у нас без экшена в основном только про мой велосипед но многим интересно и естественно не хочу обзор разрывать различными покатухами бургерами пиццами и так далее я сразу хочу сказать что обзор на моем канале будут весьма редкими я очень не хочу начинать делать обзоры как по мне это тупиковое развитие и в гаджетах мы тоже с этим столкнулись это все-таки не коммерческий мой канал я не говорю про то что он деньги не приносит youtube вы знаете он монетизирует все иногда у меня реклама есть и об этом открыто говорю но это не коммерческий канал то есть я его не создавал для того чтобы зарабатывать бабло и у меня не было цель делать обзоры велосипедов то есть найти поставщиков что сегодня вообще не проблема и конкретно рассказывать вам про разные велосипеды я хочу рассказывать только про личные опыты соответственно про личные велосипеды коих у меня сейчас только два один из них перед вами это мой бомб трек и второе это каннандейл слейд на котором я тренируюсь в ближайшее время других я не предвижу хотя я вам признаюсь я заказал карбоновый туринг еще несколько месяцев назад но не факт что я его буду себе брать как и случае с fsi от каннандейл вы помните я тоже делал предзаказ но в итоге отказался от него в пользу слейта потому что слейд мне показался более нужным и я на нем тренируюсь и с малым катаюсь и карбоновый туринг предзаказ как бы есть денег я не платил посмотрю итак друзья несколько месяцев я ждал того момента когда я смогу на нем вдоволь накататься уже сейчас я могу сказать что уже первая эйфория прошла в плане я уже катаюсь на нем больше недели и иногда просто выезжаю вечером знаете чтобы ты просто прокатился почувствовал как эти ручки работают как его накат работает как он трещит сейчас я уже могу сказать что у меня есть какой-то опыт я даже знаю что я хочу поменять здесь и обо всем этом я расскажу в этом будем от называть обзор моего велосипеда видео возможно будет длинным потому что я буду рассказывать про все и для всех даже для тех кто вдруг не следил за моими всеми мыслями в других роликах то есть я соберу все касательно этого велосипеда и начну с того что это такое это туринговый велосипед что такое туринговый велосипед это велосипед для путешествий у меня есть отдельное видео на канале где я рассказываю про особенности этого типа велосипеда легко найти там видео достаточно много раз просмотрели и просто чтоб кто не знает чтобы вы знали это мой любимый тип велосипеда то есть если надо будет выбрать только один для меня самый универсальный самый вот который мне просто по душе это будет туринговый велосипед туринги бывают разные они бывают более для дорожных путешествий для внедорожных для кратковременных таких где поменьше бонок и прям для кругосветки вот этот относится к классу прям для кругосветки сейчас он выглядит так себе знаете как мтб жечка причем достаточно пусто ничего в нем такого необычного нет фишка в том что все кроется в деталях его можно так завесить что вы на нем можете поехать просто вокруг всего светом здесь и широкая резина ставится и крепление совершенно для всего и это стальной хромолебденовый туринг и предвещая комментарии про карбоновые туринги я не считаю их плохими просто хочу сразу сказать мне сталь в первую очередь на сегодняшний день нравится тем как она выглядит то есть карбон выглядит немножечко слишком современной пластиковая это чисто мое мнение друзья я очень люблю и уважаю карбон все на этом я думаю тему мы закрыли для чего конкретно мне такой велосипед во первых он мне для каждодневного использования то есть я действительно не буду ездить просто каждый день как на обычном велосипеде почему не мтб почему не еще что-то тех кто следят за моим каналом долго знают что у меня был уже не один шоссер у меня был двухподвес два месяца хороший двухподвес кросс-контрейный у меня несколько лет был джамс dragon sport это хардтейл тоже хромолебденовый хороший и это просто мой опыт то есть когда я попробовал шоссер я понял что мне вот надо что-то более шоссейное чем двухподвесная и вот это оказалось такой золотой серединой для всего максимально универсальный велосипед я уже давно понял что мне нужны разные крепления во первых психологически я знаю что они у меня есть во вторых я все-таки не последний нуб предпоследний скажем так и иногда я путешествую причем я не имею ввиду длинные путешествия у меня их было очень мало даже просто куда-то выехать на несколько дней с палаткой что мы делаем чаще это хорошо и сюда ты можешь прикрепить все потому что здесь бонок очень много и надо подзапариться чтобы все из них посчитать и тем более изучить здесь 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 вот здесь что-то из этого нам понятное для багажников что-то надо конкретно понимать это уже для байпакинга к примеру вот здесь можно повесить флягодержатели здесь багажник здесь органайзер для одежды специальный вот это для верхней сумки здесь для бардачка или для третьей фляги 1 фляга 2 фляга багажник этот велосипед идеально подходит как для байк пакинга то есть когда ты просто сумками обвешиваешься но также на нем ездят и действительно в кругосветке когда у тебя багажники с баулами когда у тебя полный треугольник когда у тебя вот здесь вот обвешено кто еще вдруг не понял я приобретал себе не весь велосипед сразу он был приобретен по запчастям отдельно фрейм сет у бум трека я взял раму вилку и руль руль идет без обмотки то есть это уже потом все было сделано и остальное мы с ребятами из ебайкера с вами в комментариях собирали подбирали и вот что получилось конечно вам надо знать из чего я выбирал я не целился изначально конкретно в бомб трек у меня был выбор из нескольких производителей это файрдейл как у моей анюточки это сурли это сальца и бомб трек в итоге остановился на двух сальца и бомб трек написал и одним и вторым написал не с просьбой подарите раму как многие из вас думают до сих пор я написал с просьбой хочу купить пожалуйста привезите сюда я сказал что за то что вы ее просто пришлете то есть организуйте логистику потому что в украине не продаются их раздобыть нереально я сказал что я вам сделаю просто пиар неограниченной щедрости и сальца при этом ничего не ответили бомб трек с радостью согласились и прислали мне раму почему именно эти два производителя рассматривал скажу сразу несмотря на то что я не считаю съемный петух для туринга обязательным потому что большинство туринговых велосипедов стальных без съемного петуха не надо сейчас рассказать мне для чего съемный петух я знаю что он для того чтобы когда вы падаете или что-то происходит не ломалась перекидка петух можно было заменить просто стали то намного более крепкий материал его очень тяжело согнуть и по опыту велосипед просто весь поведет перед тем как вы сломаете петух но всякое может быть и чисто психологически для меня уже когда собирал туринг мечты а именно так я называю этот проект я целился в то чтобы петух был съемный и очень хотелось велосипед на осях это сальца или бомб трек кто вдруг не знает что такое на осях ось это вот такая штука которая вставляется и спереди и сзади просто вот так закручивается зажимается то есть нет эксцентриков намертво фиксируйте все и не надо потом заново подстраивать тормоза не надо делать вообще ничего то есть даже микро подстройка уже не нужна и плюс к этому всему это еще и надежно и очень жестко вставил я ось закрутил и ничего не подтирает не надо мне ничего настраивать и третий пункт после петуха и осей это геометрия я искал велосипед мтбш на геометрии и здесь у меня не просто на мтб то есть вы видите это грубо говоря как мтбшка больше не шоссираем на мтб но если обратите внимание на раме у нас длинный рулевой стакан конусообразный и учитывая что это все хромоль я не знаю что надо сделать чтобы она когда-то убилась рама как я уже сказал стальная из хромолибденового сплава сделал ее фирма колумбус маркировка кромор это такие конкретно выносливые трубы колумбус это итальянская контора которая существует с 1919 года то есть следующем году ей уже будет 100 лет и изначально она производила трубы для гоночных автомобилей для самолетов для разной индустрии промышленности и только в 77 году было выделено отдельное подразделение по производству велосипедных рам сегодня это один из лидеров на рынке второй я думаю все о нем слышали это рейнольдс это англичане они кстати появились еще раньше в 1889 году теперь я буду задавать вопросы и на них отвечать какие колеса сюда можно ставить дело в том что это рама в размере xs и с идет под 27 5 дюймовый колеса все остальные размеры то есть и medium large и так далее уже под 29 колеса и без крыльев сюда спокойно можно поставить 2 и 2 хотя мне кажется что можно и шире но этого уже предостаточно обратите внимание что мы собрали все таким образом что рубашки идут по всей длине будь то переключатели или тормоза смотрите рубашки нигде не прерываются то здесь у нас идет изгиб тыц к тормозам то же самое здесь видите пошло к заднему переключателю почему это хорошо дело в том что когда ты едешь по грязи после дождя песок и так далее грязь забивается в рубашке и очень сильно во первых мешает работе устройство но и портит его здесь этого не произойдет для туринга это важно руль я изначально не заказывал но потом в догонку уже ребятам перед отправкой написал давайте мне еще и ваш руль дело в том что я думал руль здесь легко найду и возможно кто-то для меня его сделать но потом подумал зачем этот геморрой ведь у бомбтрека и у сальса кстати очень крутые рули туристический баран имеет несколько особенностей первое он намного шире чем шоссейный то есть шоссейный закончился бы где-то вот здесь и он был бы ровный то есть здесь видите рога очень сильно развернуты и это конкретно особенность для туринга потому что в такой позиции вы можете очень долго ехать не на скорость а именно в удобство и поначалу мне было непривычно потому что даже на моем pride rocks tour руль был не так сильно развернут и он был намного уже то есть там все таки более шоссейный опыт был честно вам признаюсь там бараном именно в нижнем положении пользовался крайне редко процентов наверное 15 всего использования и самое главное применение это когда ты ту лишь со спуска или ту лишь по ровной по ветру к примеру ты ушел вниз и просто спокойно себе наваливаешь но долго ты так ехать не можешь тут процентов 40 я езжу в нижнем положении особенно когда ты по лесу вкручиваешь когда ты в городе стартуешь ты просто уперся вниз у тебя руки не соскочат никуда то есть конечно вот в этом положении до сих пор удобно отдыхать вот так можно взяться из-за того что руль широкий но когда ты вкручиваешь ты взялся вот тут и даже если ты во что-то влетел ты не улетишь потому что у тебя есть четкий упор вперед а из-за того что ручки развернуты руки не так сильно устают в общем отруляя действительно в восторге еще одно преимущество перед бабочкой а именно между бабочкой и этим я выбирал в том что это красиво но извините бабочка выглядит уродски мое личное мнение однако если бы бабочка была лично для меня очень нужная то есть если бы к примеру баран мне был неудобным изначально я бы не обращал внимание на краску а взял бы именно ее но просто с барном даже на прайде у меня проблем не было а тут он просто божественный теперь про мой личный опыт и про мои решения почему я поставил одну звезду спереди они три как в профессиональных турингах кстати у этого в стоке того который велосипед именно они фреймсет идут две звезды спереди там у них система с рам x5 самой туристической модификации по моему райс она называется там идут три звезды спереди я поставил одну объясню почему вы знаете что недавно я приехал по скандинавии на велосипеде с двумя звездами спереди и 2 большой я пользовался крайне редко и несмотря на диапазон 1136 сзади мне этого практически всегда хватало кроме когда надо было вкручивать ну прям вообще как звери и там спереди маленькая была 32 зуба здесь я поставил 38 и сзади у меня кассета от 10 до 42 то есть диапазон компенсируется практически полностью причем в крайнем положении когда вам надо в горку ехать здесь передаточное число даже лучше то есть вы заедете при одинаковой нагрузке с меньшими усилиями естественно 38 10 это чуть-чуть проще чем 46 11 но все равно я по прямой 50 55 умудрялся держать с горки 63 и можно было еще докрутить просто уже силенок не хватало хотя я до последнего думал не поставить ли 36 звезду потому что ну очень хотелось вот именно в горку груженым вообще без напрягов ехать и вот уже по тесте в 38 понял что делать этого не буду потому что все таки скорости по асфальту она тоже важна то есть здесь и в горку чуть легче как я сказал но и для скорости вот этот сет в принципе хорош многие задавали мне вопрос почему они поставил планетарку тем более как вы уже узнали рама здесь разрезано вот вы видите есть разрез вы можете поставить здесь натяжитель насколько я понимаю можно поставить ременной привод засунуть его и планетарку я не говорю что этого никогда не сделаю на данный момент есть самая главная причина после того что это дорого это монетки потому что то что я увидел руслана верина где вот это вот как знаете на шимана турне тебе надо крутить и он сам говорит что это дико неудобно он какие-то там веревочки наматывает чтобы можно было схватиться это очень неудобно но у него бабочка и она хоть как-то там смотрится представьте себе мтбш ную перекидку на бароне то есть вот здесь у тебя что-то бы дополнительно было но это короче стыд как я уже говорил мне посоветовали вот такую универсальную резину хатчинсон хаусмен она подойдет и для легких асфальтовых в первую очередь путешествий и для ежедневных покатушек почему не без камерка у меня здесь потому что когда ты тренируешься и катаешься от дома к дому то есть вот на слэйте я выезжаю там хорошо это спасает но если ты где-то в дебрях и далеко от дома пробился и сильно пробился то здесь с камерой все-таки справиться можно в полевых условиях а вот с без камеркой надо повозюкаться поэтому для туринга люди и используют чаще всего камерные колеса хотя если я поеду в что-то очень агрессивное то буду использовать у хатчинсона есть такая модель и полностью цельно внутри там нет вообще полости никакой она то ли с пены то ли с чем-то и туда вообще не надо ничего не задувать не заливать она вот просто такая как колбаса идем дальше по комплекту я поставил себе втулки trail мех это то что я ждал дольше всего потому что их насколько я понимаю делают под заказ мелко серийно и заднюю делали достаточно долго они относительно недорогие в своем классе задняя втулка стоит 4600 гривен это меньше чем 200 долларов если что передние еще дешевле обе втулки на пром подшипниках сзади на четырех сзади нет собак но она очень громкая потому что там система как в крис king у нее угол соприкосновения угол холостого хода всего лишь 6 градусов меньше только у крис king насколько я знаю это очень надежно это очень громко что мне нравится во первых ее сделали украинские ребята большие молодцы и они достаточно серьезно к этому подходят и по отзывам хорошие второе относительно недорогая из очень надежных на осях все дела 3 она громкая я не знаю почему люди в комментариях мне писали что громкая это плохо я устану устал я блин от муравьев которые меня грызут мне даже не хватает громкости я хочу чтобы она была еще громче понимаете фишка в том что во первых мне нравится и с этим просто не надо спорить а во вторых когда ты едешь по той же набережной как у нас ты можешь давать о себе знать ты перестаешь крутить и на холостом ходу она очень сильно верещит и мне это нравится катаясь по европейским городам ты все-таки не имеешь приоритета на пешеходных улицах мы едем медленно но тем не менее перестаешь крутить и люди знают что сзади едет велосипедист тормоза терпи спайр как говорится то что уже хорошо зачем еще раз проверять у меня такие же ровно такие же стояли на прайде и это лучшая механика которая у меня была я не хотел ставить гидравлику хотя у них есть похожая модель механическая то есть где тросик идет по рубашкам но потом уже в самом роторе у нас гидравлика все равно это менее надежная и ладно мы если бы они мне не нравились но они работают отлично они с двумя поршнями это единственное насколько я знаю механика на сегодняшний день с двумя поршнями поэтому я не выбрал себе биби седьмые хотя многие их советуют и топовые велосипеды на сегодняшний день оснащают именно терпи спайр терпи это суббренд тектра премиум бренд и вот ротора у меня тектра сзади 160 спереди 180 180 спереди по причине потому что 160 спереди под нагрузкой особенно со спуска держат плохо то есть ты чувствуешь что они напрягаются и как-то так ты неуверенно себя чувствуешь 180 просто оттормаживают и отрабатывают все очень хорошо седло у меня брукс с карбоновой рамой и за карбоновую раму я уже чуть-чуть отхватил от вас дорогие мои но что вам сказать во первых я знаю лично людей которые ездят с такой рамой и да я понимаю что возможно надо было брать со стальной потому что я сюда буду сумку вешать и карбон под нагрузкой может чувствовать себя плохо надеюсь не треснет из каких соображений я сейчас и скажу почему он не должен треснуть потому что наездник может быть чуть-чуть тяжелее чуть-чуть легче и 10 килограмм туда-сюда когда все равно ты перекатываешься то чуть чуть назад то чуть вперед не должны сыграть существенной разницы поэтому мне кажется что сумка массой до 10 килограмм погода не сделает само сиденье вот это оно более для спорта то есть более шоссейное однако более оно для спорта если сравнивать его с кожаными бруксами я же катаюсь именно на таких и вы знаете здесь дело привычки я понимаю что многие напишут что оно дубовое оно нифига не дубовое то есть мне на нем настолько комфортно насколько только может быть это лично дело каждого вообще седло надо подбирать я этого не делал я просто посмотрел и подумал что оно мне подойдет фишка в том что я уже так хорошо наездился на седлах что у меня в принципе задница не болит ни от чего поэтому если вам оно кажется дубовым скорее всего вы мало катались перекидка у меня сзади с rem rival система race face как я уже сказал на 38 зубьев и каретка тоже от них педали shimano 540 под сидел бонтрейджер также у нас вынос бонтрейджер и можно еще много было бы рассказать по комплекту если бы ее много было но дело в том что это велосипед а не мотоцикл и много рассказывать здесь не приходится лучше задам вам несколько вопросов может быть кто-то из вас подскажет первое я не могу найти себе передний багажник который крепился бы на стандартные крепления на вилке или чуть выше но чтобы у него были продольные трубы для того чтобы можно было повесить сумки боковые это очень важно то есть чтобы и площадка сверху было как у меня раньше и сумки можно было повесить и второе это уже не вопрос это то что я планирую сделать я планирую в ближайшее время заменить все-таки вынос такой же по длине тоже возможно бонтрейджер но скорее всего чуть чуть выше чтобы угол наклона был градусов под 15 здесь он 5 надо градусов на 10 больше и еще один момент вот здесь есть замечательное крепление насколько я понимаю под штатную подножку и я буду у бомб трека заказывать для туринга подножка это не стыдно а когда вы едете в путешествие облокачивать каждый раз велосипед это геморрой я вам рассказал про философию всего этого велосипеда зачем он мне что это такое естественно я хочу его использовать не только для каждодневных покатушек но и для путешествий в этом году хочу очень сильно куда-то поехать если кстати вы хотите проспонсировать путешествие возможно вы какой-то партнер турфирма не знаю напишите обязательно мне стоимость друзья конечно же стоимость я вам не рассказал велосипед мне обошелся в 2100 долларов ну то есть да некоторые запчасти я покупал некоторые покупал по себестоимости некоторые со скидкой некоторый магазин я байкер мне подобрал потому что у них есть свои партнерства раму мне вообще задарили как вы знаете но стоимость этого велосипеда вот так чтобы прийти и собрать 2100 долларов я скажу друзья страшную вещь что это недорого потому что мой слейд стоит три с половиной тысячи долларов вот этот туринг beyond xpd если покупать его в магазине да там другой обвес но он будет стоить дороже и как я и говорил в начале этого проекта я собираю для себя не туринг подешевле не туринг за 500 долларов я не хочу кого-то удивить я собираю идеальный для себя туринг не самый дорогой но из тех комплектующих которые мне должны подходить вот просто чтобы вы знали здесь некоторые комплектующие это целая история вот к примеру про систему я уже рассказал но возьмем заднюю кассету перекидку и монетки вы понимаете чтобы подобрать так чтобы было 11 звезд а их должно быть 11 чтобы диапазон был достаточно широким потому что у меня спереди одна звезда чтобы сзади было 10 зубьев на маленькой звезде и 42 на большой хотелось бы 50 конечно пока что это нереально чтобы были шоссейные монетки кстати из-за шоссейных монеток как раз на 50 и нельзя поставить потому что есть уже кассеты и sunrise под xd барабан с рэм но к сожалению только под mtb монетки может быть кстати это изменится в следующем году или через год и тогда я буду обновляться если будет нужда но чтобы вот это вот все работало в таком режиме то есть с шоссейными монетками вот этим всем сзади был только один вариант который я себе установил и конечно друзья я понимаю что даже 200 долларов это дорого если мы зайдем на сервис сравнения цен на я каталог мы посмотрим что в этом диапазоне вы можете себе привлезти совершенно любой велосипед можно найти и шоссер и мтб и даже двух подвес но просто скажу вам страшную вещь возможно многие к этому еще не готовы но 2100 долларов это скажем так даже не средний сегмент потому что дорогие велосипеды начинаются от 4 уже это нормальный такой базовый сегмент для качественного велосипеда это не я придумал это просто такая правда то есть не надо говорить что это очень дорого и что я вам здесь такое парю я никому ничего не парю действительно можно найти дешевле я вам показал куча всего дешевле но опять же если вы хотите моего совета не надо мелочиться то есть не покупайте велосипеды которые уже в сборе стоят менее там долларов 600 700 за эти деньги я рекомендую искать все-таки на вторичном рынке потому что велосипеды сильно теряют цене и там можно найти что-то хорошее ну что ж как раз уже стемнело включаются фонари на набережной я еду заниматься на стадион спасибо вам за то что вы посмотрели это видео друзья я надеюсь что вам велосипед понравился если он вам не понравился вы не переживайте главное я его собирал для себя как и пленка я его клеил для себя поэтому мне ваше мнение конечно ценно но если оно даже не совпадает с моим ничего страшного на то у каждого мнение и свое не забудьте подписаться на канал если вы здесь первый раз поставьте видео палец вверх если она вам понравилась всем пока